Здесь были открыты тайны гармонии. Здесь были открыты тайны гармонии и в Центральном доме Российской армии имени МВФ Фрузи состоялась выставка картин известных художников. В экспозиции под романтичным названием, которая была призвана показать гармонию творчества художника Эмира, было представлено 79 живописных полотен шести московских мастеров. Многие их работы не раз выставлялись в стенах Цдра. Художник-маринист-капитан Одинранга в отставке Павел Бойко на этот раз предложил на выставку серию женских портретов и цветочных натюрмортов, выполненных в интересных цветовых и тональных гаммах. Интересная история картины под названием Екатерина Десницкая. Принцесса тайская. Ее героиня российская пордунная, участница русско-японской войны и кавалер Георгиевского креста, стала женой сиамского принца Чак Рабона. История о их любви описана не в одной книге. В написании этого портрета соединены разные художественные подходы предельного реализма и пастозной техники работы плотными, не просвечивающимися мазками, что в целом придает некую рельефность картине. Надо отметить, что действительный член, академик, Международная академия творчества Павел Бойко в свое время окончил Львовское военно-политическое училище, с 1991 по 1998 год руководил студией военных художников им. Б. Грекова. Б. Грекова. Художник Центрального академического театра Российской армии Елена Куканова известна как портретист. И хотя к сфере ее непосредственной работы относится разработка декораций и костюмов к спектаклям, ее дипломной работой стал великолепный портрет народного артиста СССР Владимира Зельдина, легенды театра армии. Ее картины запечатлели уже многих известных актеров, которыми гордится не только главный военный театр страны, но и вся отечественная культура. На выставке среди ее работ на различные темы, в том числе и фэнтезийные, был представлен групповой портрет многих выдающихся артистов со времени возникновения цитра и по настоящий момент. Любопытно, что выставку открывал необычный художественный диалог двух художников картины Татьяны Белотиловой и Игоря Примаченко. Работу этого творческого дуэта, что в изобразительном искусстве практически не встречается, коллеги по цеху называли живопись на два голоса. Также Татьяна Ивановна и назвала часть выставочного пространства экспозиции. Художница стала основателем некой новой художественной реальности, имеющей глубокий социально-культурный смысл. Ее живопись отличается изысканной декоративностью, экспрессией форм и линий, глубокой философичностью. Игорь Примаченко же считался признанным мастером станковой живописи и графики, его уже нет с нами, но его наследие Татьяна Ивановна бережно хранит. Надо отметить, что художник сама из военной семьи и к людям в погонах у нее отношение особое. Поэтому предложение показать их с мужем работы в Головном учреждении культуры и Минобороны России она сочла за честь. И две их картины после выставки были подарены Татьяной Белотиловой Центральному дому Российской армии. В залах экспозиции можно было увидеть и полотна работы Ксении Стекольщиковой с говорящими названиями «Петербургские сны», «Питерский колодец», «Черешня в цвету рассвет над Дворцовой», «Дожди» и другие. Кроме тонкого восприятия цвета, ее работы отличают интерес к архитектурному построению композиции, четкой прорисовке деталей. Художница Екатерина Кугач достойная продолжательница известной художественной династии своей семьи. В работах, которые можно было увидеть на выставке, она постаралась передать красоту окружающего мира через концентрацию внимания зрителя на определенный предмет. Это подчеркивает и название картин. Например, «Натюрморт и весна идет», «Мимоза», «Знойный полдень», «Маки». Это некие аэсэ зарисовки о человеке в момент его отсутствия, которые переданы через некие образы. Все работы, показанные на выставке, за полтора месяца смогли увидеть не только жители и гости столицы, но и военнослужащие, курсанты, кадеты, суворовцы, юно-армейцы. Ирина Павлюдкина, «Красная звезда». Ирина Павлю, «Красная звезда». Ирина Павлю, «Красная звезда». Ирина Павлю, «Красная звезда».